Всем привет! Сегодня у нас видео о том, почему йога помогает, как она помогает при восстановлении. Вообще, наверное, после родов это самая лучшая практика, чтобы войти в тонизирование своего тела, в активацию своего тела, в восстановление с такой большой буквы В, когда мы не просто тренируем мышцы и стягиваем тело, а когда мы выходим на новый уровень чувствования своего тела, осознанности в своем теле, на новый уровень понимания, что мне нравится. И вот у меня именно такой подход, поэтому я буду вести вас именно так. У нас будет йога для отдыха, у нас будет йога для активации, у нас будут самые разные практики, которые помогут вам, опять же, повторюсь, укрепить мышцы, но в то же время и почувствовать свое тело лучше, узнать свое тело лучше, и понимать, что мне нравится, что мне подходит. Я надеюсь, что вам понравится. И мышцы, на которых мы обращаем, останавливаемся своим вниманием, в первую очередь, это мышцы тазового дна. И даже если это были кесаревороды, мы все равно убеждаемся, что там все в порядке, потому что с весом матки и живота, даже если вы не рожали вагинально, все равно мышцы могут разойтись, опуститься. Конечно, после кесарева нужно убедиться, что у вас все в порядке со швом, но как только вам дали добро на то, что вы можете ходить, вы можете заниматься тазовым дном. А в родах вагинальных, после них, вы можете заниматься этой практикой, можете заниматься тазовым дном с первых часов после родов. Почему? Зачем мы это делаем так рано? Конечно, спешить некуда. Вы можете лежать, отдыхать. Но приводить эти мышцы в тонус, даже если у вас есть небольшие разрывчики, все равно нужно. Вы таким образом сформируете хорошую циркуляцию крови в этой области. Вы способствуете тому, чтобы лимфа доставала, забирала все ненужное, все продукты, отходы из клеток этих тканей. И вы будете делать такую мезотерапию, потому что, когда кровь подходит к клеткам, они быстрее регенерируются, быстрее заживляются. И все воспалительные процессы тоже быстрее проходят. Поэтому с первых часов после вагинальных родов, если у вас, конечно, нет каких-то четвертой степени разрывов, когда это, что бывает очень редко, мы занимаемся тазовым дном сразу. Если вы пропустили первые часы и первые дни, ничего страшного, занимайтесь, как только у вас есть такая возможность. Как мы понимаем, что... Потому что после родов, возможно, пропадает чувствительность. Как мы понимаем, что мы действительно все делаем правильно? Для начала достаточно просто представлять, как вы активируете, сжимаете, как будто останавливаете мочи и спускания, останавливаете вот эти вот мышцы таза. Почему это так важно? Почему мы занимаемся тазом с первых дней? Что это за спешка такая? Спешки нет никакой на самом деле. Но почему после родов, говорят, нужно лежать? У нас все органы не на месте. После беременности, после родов у нас так все подраздвинулось. У нас растянутые мышцы тазового дна. И у нас нет достаточной поддержки позвоночнику и органам. Потому что наша тазовая диафрагма, которая находится внизу, это как диафрагма верхняя, только она внизу. И она поддерживает органы. Если она у нас растянута, то у нас есть риск пролапса, опять же, опущения органов малого таза или выпадения органов. И поэтому нам стоит как можно больше уделять внимание сразу именно тазовому дну. Плюс повторюсь, что наш позвоночник обычно в беременном состоянии тоже, но в своем обычном состоянии, он очень много опирается на тазовое дно. Если у нас сильное тазовое дно, как правило, у человека нет проблем с позвоночником, ну хотя бы в области поясницы. Конечно, там много других факторов, но сильное тазовое дно – это поддержка, это такая база, на которую опирается позвоночник. Вы можете увидеть, что у нас корень позвоночника здесь, и тазовое дно у нас находится здесь. И если оно крепкое, то здесь у нас позвоночник стабилен, и здесь не происходит никаких неврологических и других дисбалансов. Когда у нас нервы, например, копчик иногда поджимается, или еще что-то, когда мы неудачно, например, с вами падаем, мышцы слабые, у нас могут диски немного смещаться. И если мы после беременности, после родов не займемся тазом, учитывая релаксин и растянутость этих мышц, мы можем совершенно небольшое какое-то движение совершить и получить вот этот неприятный эффект, когда у нас начинается неврология, или другие проблемы, в том числе и гормональные. Почему гормональные проблемы? В йоге у нас есть такое понятие мулабанда, это понятие о замках. Если вы занимаетесь йогой часто, я уверена, вы слышали уже не раз, что есть такое понятие, как замки в йоге, и их учителя обычно приглашают включать во время практики. Что это такое? В замке есть три основных и много-много маленьких замков. Первый замок это корневой мулабанда, это как раз тазовое дно, то есть когда мы находимся в той или иной асане, асане для лучшего эффекта, мы с вами поджимаем эти мышцы, удерживаем их. Таким образом мы с вами не теряем энергию. Прану, чи, ци, кто как это называет. И если мы с вами подумаем, то основная проблема, одна из основных проблем после родов у молодых мам, это отсутствие либидо и отсутствие просто жизненных сил. Дело не в том, что мы не хотим близости, мы просто чувствуем себя в таком состоянии медленном, неинициативном. Конечно, много сил ушло в беременности, в родах, в кормлении уходит много сил в заботу о малыше. Но, помимо всего прочего, мы с вами должны смеяться, должны чего-то хотеть, должны чувствовать вот эту жизненную энергию, прану в егической терминологии. И вот именно активация этих мышц, этого корневого замка позволяет нам вернуть эту жизненную энергию или не давать ей утечь. Потому что если наш корневой замок слабый или другой замок в теле слабый, энергия оттуда утекает. Так вот говорят в йоге. И действительно, гормонально это также подтверждается. Чем больше у нас проблем с тазовым дном, тем меньше у нас либидо, тем меньше у нас гормонов, таких как серотонин, эндорфины. И у нас очень много становится застоя в теле. То есть если у нас ничего не качает здесь, ни лифу, ни кровь, то получается такая стагнация энергии и кровотока. Так вот, начинаем мы с вами с тазового дна. И это очень простые упражнения, которые вы можете делать лежа, пока еще лежите, сидя. Лучше начать лежа. Мы с вами таким образом убедимся, убедимся, что ничего не давит нам. Мы в вертикальном положении, когда находимся, у нас органы все-таки направлены вниз. Если мы лежим, у нас есть шанс такого изолированного движения. Как мы занимаемся тазовым дном? Мы сокращаем мышцы на вдохе. Мы делаем вдох, подтягиваем мышцы или думаем о том, что мы их подтягиваем. Если у нас пропала чувствительность, то мы представляем. И мы таким образом все больше и больше чувствительности туда возвращаем. Подтягиваем на вдохе, на выдохе расслабляем, расслабляем все тело. Это также прекрасная практика на то, чтобы осознанно все расслабить. И мы делаем так, сколько у нас есть времени, сколько нам наш прекрасный малыш дает. 10 раз, 20 раз, 40 раз. У кого как. Это не имеет такого значения. Самое главное здесь – это осознанность и желание включить эти мышцы. У кого-то, может быть, мышцы включатся сразу, и вы почувствуете тонус очень быстро. У кого-то это займет больше времени. Здесь очень важно следовать своим ощущениям, не перенагружать себя, не заставлять себя. Делать это из любви к телу, из заботы. Это первый шаг. Следующая область, которой мы занимаемся, это второй замок в йоге и у Диана Банда или наша брюшная полость, наши абдоминальные мышцы. В йога-уроке, йога с первых дней после родов, с первых недель после родов, я вам даю практику, когда практика корсета, когда мы сжимаем мышцы к центру, удерживаем их и отпускаем. Это что-то напоминающее работу с тазовым дном, только такая вот работа, просто без скруток, без каких-то вставаний, без движений. Просто напрягаем на выдохе, на вдохе, раскрываемся и расслабляем эти мышцы, растягиваем свое туловище. И следующая наша с вами область, которой мы уделяем внимание в восстановительной йоге, в первую очередь, это зона горла, зона грудной клетки, потому что мы с вами очень много кормим сразу после родов, очень много держим малыша, постоянно смотрим, вот так у нас страдает шея, у нас вот так скругляется спина, и у нас с вами формируется такой гиперкифоз в позвоночнике, нам это не на руку, нам нужно это сглаживать, поэтому в йоге мы будем этой области заниматься. Когда мы выстроили корневой замок, брюшной замок и нашу область горла и плечей, шеи, когда мы позаботились об этих областях, тогда мы можем уже насаживать новые практики, другие практики, укрепляющие все тело, все остальное тело, все его части, но начинаем мы с этого. Это база. Если начать с чего-то, побежать и начать делать, то мы можем столько навратить проблем, такой дисбаланс в теле создать, что потом будет еще сложнее восстанавливаться, и я часто слышу такие истории, женщины ко мне обращаются на консультациях с тем, что вот, я начала заниматься с первых недель, и мой вес не уходит, вот это вот не так, это не здесь, спина болит, очень много жалоб, очень много каких-то проблем, и это результат вот этого вот неправильного начала, да. Мы с вами будем начинать мягко, аккуратно, у вас для этого будет несколько практик, который я рекомендую делать сначала, и потом в конце, после восьми недель, вы уже будете заниматься так более активно, конечно, если будете чувствовать, что готовы, иногда можно отложить это на более поздний срок, но в целом восемь недель, если вы будете делать все то, что я вам дам в этом курсе для начального этапа, для первых дней, для первых недель, то потом вы сможете быстренько войти в такую более активную йогу, в более похожую на обычную йогу практику. Я надеюсь, что вам понравится, я надеюсь, что вы поняли важность всего того, что я сказала, у вас еще будет бонусы, бонусные видео, где вы более глубоко поймете, о чем это мы говорим, про осанку молодой мамы, мы говорим про то, почему женщины также чувствуют депрессию, нередко, да, опять же, из-за осанки, все это будет. Я вам желаю прекрасного, прекрасного йога-класса, прекрасных занятий, и чтобы вы делали это из любви к себе, не из желания скорейшего восстановления, а из желания уделить себе внимание, поддержать свое тело, и грамотно, мягко начать восстановление. Субтитры создавал DimaTorzok